Татарстан 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 Да, мы представили весь пакет документов, и на самом деле вы правы, я даже не ожидал, те вложения, которые мы сделали в первый год на парке и скверы, они дали настолько эффект, насколько, оказывается, наше население в этом нуждалось. Я, когда с Карабаша у нас саммит нефтяников был, летим в Альметьевск, глава пригласил на открытие там этого пляжа, я думаю, что за пляж в Альметьевске, мы на вертолете летим, я был поражен, столько там тысяч людей, значит, и насколько вот, вроде бы там водоем был, все было, да? Вот сделали, конечно, большое спасибо нефтяникам, мы там помогли, но это же стало украшением для Альметьевска, там в Ахтанише были, где бы ни были, значит, это, ну, надо, чтобы дальше, это жизненькие, или вот Нижнекамские, библиотека, новая форма, как надо организовать работу в библиотеке. Таких, ну, здесь надо изучать опыт, я считаю, что вот Фишман в этом плане, она собрала серьезную команду, там ее тоже критикуют, понятно, нас всех критикуют, но вот много полезных вещей вот делают вот такие креативные люди. Мы вот это пока не увидим, мы это не понимаем. Сегодня мы уже не зациклились там, парк, сквер, мы сейчас спрашиваем у людей, что вам нужно? Общественное пространство, выход к воде, центральные улицы. Программа есть, в этом году мы ее тоже продолжаем, там за три года 180 чем-то объектов мы сделали, в этом году порядка 50 объектов. Мы должны чувствовать, вся проблема власти, вот она отрывается иногда, и сказать, что у нас проблемы, у нас много, что нужно еще изменить, много, что нужно делать. Я знаю, вот сейчас готовим программу по поликлинику, где-то у нас очень хорошо, а где-то вообще очень плохо. Есть вопросы по больницам, большая работа идет. То есть, вот в этом году запустили программу поддержки садовых товарищей, там люди эконом-класс, небогатые люди, но для летнее время это одно место, куда они могут поехать, поработать, отдохнуть. То есть, планов очень много, возможности ограничено, но чтобы больше сделать во благо нашей республики, нужна мощная экономика. Экономическая составляющая очень важна, поэтому я всегда говорю, что надо создавать производство, независимо где-то, отняли это, октанышили это. То есть, мы не должны засекливаться там Нижнекамский или Зеленодольский или Казань. Везде есть, вот вы посмотрите, Кубморская фабрика, металлопосуды, экспортный товар, или валенки Кубморские, много таких. Или вот сейчас я посмотрел, там, наш предприниматель утки. Хорошая упаковка. Вообще, я был на Сахалине, наши утки. Красиво сделано, достойно. Нет, не только красиво, хорошо, вкусно. Вкусно? Да, я им говорю, сегодня же мир меняется. Вот, если раньше надо было торговую сеть, где это, сегодня интернет-торговля. Вообще, вот эти люди со своим маржинальным продуктом могут через электронную торговлю коклаган-козы, где-то, если нигде нет. Или козы, по-русски, вяленый гуси, по-татарски, коклаган-козы. Много-много интересных вещей. И таких людей много. Устам Игоревич, все-таки я хочу еще один добавочный вопрос. Казанский зоопарк. Все-таки, когда открытие, и в чем его будет главная фишка? Ну, Казанский зоопарк, он работает, пока, в старом формате. Это большая история, это 200 лет. Фукс его закладывал. Самое главное, есть традиции Казанского зоопарка. Нам надо сейчас вот ее расширить. Три раза она станет больше. Как только мы вот эту площадку доведем, мы приведем порядок. Сейчас сделаем тоннель под железной дорогой. И там будем ее... Я думаю, что сейчас уже о зверях надо подумать. Я вот, пользуясь нашей встречей, обращаюсь и к вам, и к жителям Татарстана. Вот я мэру дал поручение. Сделайте перечень животных, которых надо купить. А все на бюджетные деньги не купить. Я говорю, я вот от своей семьи тоже куплю, и даже буду помогать, содержать там. Я не знаю, еще не выбрал, что я могу купить. То есть, вот такой призыв, я с таким призывом обращаюсь, ведь там будет табличка Аминов, Ильшат, скажем. Моя фамилия будет где-то там. Тем более у вас зарплаты неплохие. Могли бы внести какую-то свою лепту. Я считаю, что это нормальные вещи. Где-то поставить скамейку со своей фамилией. Вот где-то вот в зоопарке купить какое-то животное. Работы идут. Я сейчас уже строительный сейчас к финишу, но большая работа предстоит по завозу, по приобретению животных. Ну, это тоже идеология гражданской сопричастности. Все должны принять участие, чтобы было всем хорошо. Вот смотрите, женщина оставила вообще лнах ребенка. 40 семей сразу заявились, мы готовы взять этого ребенка. То есть, если мы правильно донесем, если вы правильно мой посыл донесете до граждан Татарстана, я думаю, многие примут участие. Почему не купить там обезьяна, попугая, я не знаю. Ну, слона, наверное, не все могут купить, слон дороговатый. Но можно скинуться несколько. Понятно. Информационное агентство «Татаринформ». Полная и достоверная информация о Республике Татарстан.